64-я сессия городского совета началась прошлую пятницу с обновления депутатского корпуса. Вместо Сергея Рабчевского в состав депутатского корпуса ввели Валерия Семенова. Соступительным словом выступил мэр города Фомичев, рассказав о состоянии дел и проблем в нашем городе. Мы получили шаленную кубу взвернений от жителей, что до перерахования пирхи субсидий от тех, кто не получил их готовку или не пришел в процесс монетизации. Так прописано постанова и положение, что приоритетность перерахования пирхи визначается безусловно уже в Ощадбанке. И есть люди, которые сегодня имеют переплату по одней постузе, но имеют заборгованность по другому. Это безглузда система. Мы вернулись и до Кабинета Министров с этим вопросом. Очекуя принятя в ближчем постановой, которая дала возможность людям перейти на монетизацию, на выплату в готівковой форме и сняти эти вопросы, но мне кажется, что это лучший вариант. Отримаешь деньги и платишь за все платежи самостоятельно. И не ждешь, пока разберутся, где же этот платеж, где он зарахнулся. Ситуация очень непроста. 2900 таких людей у нас в Славутищи, которые получают субсидии. И с каждым работаем окременно. И сподіваюсь, что мы, ну, принаймні, за сечень месяц все вопросы, переплаты, недоплаты и всего прочего, закрываем. Мы отримали, и сегодня разговариваем в изменениях в бюджет, додатковую субвенцию освитную и медичную. 1,6 миллиона на освоту, 2,2 миллиона на медицину. Это даст нам возможность цей рік завершить без заборгованностей. И еще иметь небольшой задел на будущее, принаймні, в медицине. И так же вопрос очень важный, очень важный. Продолжение обеспечения объектов по социальной программе централизованного схожища и отработанного ядерного палива. Те объекти, которые в этом году уже вошли в работу, там продолжаются. Динамика достаточно позитивная. Он поблагодарил ЖКЦ за установку новой площадки новогоднего шариков на центральной площади, а также других предпринимателей. Далее приступили к рассмотрению депутатских запросов. Депутат Чесноков сделал запрос об оборудовании для первоклассников. Депутат Борисов сделал запрос по вопросам проведения исполкома с закупок и выразил сомнения в правильности проведения тендера на наладку систем тепловых узлов. Для ответов на запрос депутата Радченко пригласили директора ЖКХ и арбитражного управляющего. Фрагменты из ответов. Расчет с экогенерацией за отопительный период 2018-2019 года привел к тому, что у нас нарос долг по нафтогазу на 47 миллионов. Кому-то надо было платить, да, либо туда, либо туда. К сожалению, тариф, который у нас был 1620 гривен, принятый в 2017 году, если вы помните, цена на газ в 2018-2019 год была уже совершенно другая. И мы работали со старым тарифом. Тот тариф, который мы подавали на 2018-2019 год 1940, по-моему, если мне память не изменяет, принят не был. Поэтому, к сожалению, наш долг за отопительный период 2018-2019 по нафтогазу вырос на 47 миллионов. На сегодняшний день долг по нафтогазу я общую сумму называю, чтобы вопросов не было. Это тот, который уже структуризирован, тот, который не структуризирован, текущие долги. Октябрь-ноябрь этого года составляет 113 миллионов. Работу по подготовке к отопительному периоду мы начали в июле месяце. В июле месяце мы заключили с нафтогазом договор на постачание газу август и сентябрь. Это было сделано сознательно, чтобы мы были включены в реестр. Нам нужен был газ для проведения технологических испытаний на котельной и для опробования когенерационных установок после ремонта. Работали мы вместе с Михаилом Борисовичем по этому вопросу. Он в Киеве. Мы у себя все это оформляли. Поэтому договор заключен был без всяких вопросов. Уже в августе мы вошли в реестр. Хотя откорректировали и газ мы не брали в августе. Первая подача газа у нас была в сентябре. Небольшой объем мы взяли. Проделали водоподготовку на котельной, прикрутили к ИГУ. И после этого уже был заключен договор в октябре месяце до конца года. Я имею в виду 2019 года. Реестр мы включены. Из реестра нас никто не убирает. Поэтому поставки газа нам гарантированы. Единственный вопрос, который мы сейчас должны решить, это такая рулетка. Есть такое предложение на автогазы. Это страховая сумма на первый квартал 2020 года. Эта страховая сумма, имеется в виду стоимость за тысячу кубов газа, составляет 7800. Мы можем его подписать, и тогда у нас цена на газ не будет меняться. Это будет январь, февраль, март, апрель. Нам гарантирована эта цена, чтобы не произошло. На сегодняшний день цена на газ 6800. И это рулетка. Мы можем подписать 7800. Нам гарантированная цена. Но если она снизится, нам никто снижать не будет. Если транзит газа не будет подписан с Украиной, цена на газ может взлететь до 12 тысяч. То есть мы должны сейчас принять такое решение. Ну, наши прозвоны по городам Киевской области показывают, что они предпочитают подписывать договор на 7800. За должность населения на конец отопительного периода 2019 году у нас составляло 17, я прошу прощения, 21 миллион. За летний период порядка 3 миллионов мы получили от населения. И на начало отопительного периода они составляли 17 миллионов, порядка 4 миллионов мы получили. На 1 декабря 2019 года за должность по населению 26 миллионов. Населению было выставлено за октябрь 6 миллионов 240 тысяч и по состоянию на 1-12 за октябрь люди платили в течение всего ноября. Это понятно, да? В течение октября заплатили 7-200. Это с учетом того, что население платило и по старым долгам и так далее. Будем говорить о том, что долгов по местному бюджету у нас нет. По государственному бюджету, если говорить о долгах, то это чисто текущие долги и на сегодняшний день платят уже за декабрь, хотя мы вроде как еще не подвели итог. Но это понятно, конец бюджетного года, тут все понятно. То есть долгов по бюджетным структурам у нас практически нет. В ноябре месяце потребление газа 1 миллион 866 тысяч, это 12 миллионов 593 тысячи. Мы должны за газ. А выставили мы суммарно населению и бюджетным организациям 16 миллионов 315 тысяч. 3 миллиона 800 тысяч, можно говорить, да? 700 тысяч сверх газа. Но при этом мы говорим 12 миллионов 593 тысячи – это за газ. При этом надо помнить, есть еще вода, есть электроэнергия, есть зарплата и так далее. И, естественно, это катастрофически не те суммы, которые нужны. Потери в ноябре месяце были уже меньше, там похолоднее было, тем не менее, в районе 30%. Что будет за декабрь, не представляю. То есть, ну, такая аномальная погода, это мы просто влетаем. По-другому я назвать не могу. О задолженности кредиторов. По Киевоблгазу. На данный момент задолженность 800 тысяч – это текущая задолженность. По Киевоблгазу у нас есть график, по которому мы… Это текущий график, по которому я ему… Киевоблгазу мы оплачиваем. Поэтому… Ну, то есть, это текущая задолженность. Назовем так, это не что-то так. 800 тысяч по графику мы им до конца месяца заплатим. У нас есть основные проблемы, которые я озвучу. Это нафтогаз, на сегодняшний день я уже сказал 113 миллионов. И налоговая. По НДСу налоговая 16 миллионов. По НДФЛ, ну, это то, что старые грехи наши, 15 миллионов. Из крупных должников наших у нас АТАС. По суду там более 2 миллионов они нам должны. На сегодняшний день с АТАСом мы вопрос порешали. С точки зрения погашения задолженности, текущие платежи АТАС платит аккуратно. Поэтому решаем этот вопрос. Понятно, что есть договоренность с АТАСом, что в случае погашения перед ним задолженности за льготные перевозки, эти суммы будут перечисляться нам. Крупный наш должник Чернигов облаэнерго на сегодняшний день 4 миллиона 330 тысяч. Из них 2 с лишним миллиона это НДС составляет, которые, как вы понимаете, налоговые накладные мы подписывать не можем. И это очень большая проблема. Это одна из причин, по которой нам отказываются платить. О судах. 26 февраля состоится суд по поводу банкротства предприятия, режим санации или режим ликвидации, согласно новому кодексу о банкротстве. Что касается процедуры судового санации или ликвидации, на сегодняшний день проводится процедура распоряжения майно. В этой процедуре предприятие не признается банкротом. Воно просто в процедуре неплатоспроможности. И при поручении проведения, которое было поручено еще 6.07.2017 года, были проведены на основе ухвали суду, законодательства. Возвращение к обеспечению, который проводится по каждому предприятию, которое попадает в такую ситуацию, предприятие финансовый анализ. Согласно с этим финансовым анализом, который находится в материалах справа в суде, не виявлено причин доведения до банкротства, скажем так, предприятия персонала. Сама ситуация, которая выникла, она выникла на подставе разницы в тарифах, в связи с тем, что тарифы были, скажем так, невідповедны затратам предприятия, на их покрытие. Звідси борговые обязанья, звідси борги по нафтогазу. Есть какие-то поточные розрахунки с податковой, то при поручении проведения податковая сразу выставляет все свои суммы, которые нараховывали на определенный час. И на сегодняшний день там в решении суду фигурует 12 млн грн по податковой. Это утверждено, есть ухвала, утверждена судом господарским в сечне, по-моему, 19-го року. И в ней, там она есть в реєстре, ее можно найти, и в ней установлены те судовые грошовые требования, которые признав суд. Ваше керівництво вернулося в свой час із клопотанием в суд про то, чтобы по предприятию не порушивали, припинили проведение про банкротство, еще когда действует закон. И суд должен наблюдать документы, материалы, которые наданы на предыставе того закону, который тогда действует. И почему, прошу раз, не задовольнили клопотание? Потому что предприятие и МИСКО рада не дали графика погашения за два года всех борьев. И была такая практика, которая, если ты додаешь, ну, как предприятие и КТГ, додает, скажем так, таки клопотание, она должна дать график. Потом Верховный суд такую практику скасовала. И у меня было такое же предприятие, как у вас, только в Новомосковске. Там территориальная громада, и это решение есть у ней на сайте. Я приняла решение, что в связи с тем, что предприятие мое ценность для территориальной громады, прекратить проведение про банкротства. И, соответственно, рассчитали график, сколько они там платят, и платят на сегодняшний день. Так же и вы. У вас на сегодняшний день есть такая возможность, потому что клопотание керівництву подано. Значит, будут его рассматривать, если, конечно, будет такая позиция от жаловных присутствующих, то суд будет его рассматривать на ближнем заседании, которое будет уже в 2020 году. Если не будет, то тогда два варианта. Санация по кодексу, который действует на сегодняшний день. Потому что уже в Верховной Раде есть закон поданный, который вносит изменения в этот уже новый принятий кодекс. А если по кодексу идти, то там уже нет такой опции, как территориальная громада вирішивает подходы, который потребует это предприятие, то эту опцию вообще выкинули в кодексе. В кодексе выкинули такую опцию, как мировая угода, но нет ее. Есть только санация или ликвидация. Что касается санации, в принципе, мы сейчас с предприятием, и с Канкомом уже готовим план санации, на всякий случай. То есть приблизительно, чтобы он был готов, что касается самих рассматриваний по этому плану санации, это еще будем угодживать. Что касается выхода из этой ситуации, то по кодексу банкротства есть эта процедура санации. Можно ее прописать, можно. Там, что интересно, не установленный термин, на сколько, на какой период вводится эта процедура. Можно растянуть его на довольно тривалий термин, но снова таки процедура санации погоджается с кредиторами, а кредитори на 10 или 20 лет могут не согласиться. Они могут согласиться на 5 лет, потому что они также принимают участие. И у вас, шановный нафтогаз, он на сегодняшний день монополист. И, соответственно, он может дать газ, может не дать газ. Ну, ситуация такая. Они разруховались, газ не отримали. И поэтому на сегодняшний день процедура санации по кодексу, снова таки, которая действует на сегодняшний день, наибтимальнейшая. У меня просто очень простое предложение. Рассмотреть тариф, который мы экономически обосновали. Если будут замечания, мы с ними поработаем. И мы скажем, что реальный тариф экономически обоснованный для того, чтобы предприятие жилы на сегодняшний день составляет 100 кодек. Даже если мы не можем его принять, потому что закон это запрещает, но он должен быть. Изменения в закон могут ввести в любой момент. С 1 января 2020 года и так далее. Потому что страдают все коммунальные предприятия. То, что мне задают вопрос, почему тариф 1620-17 года при той же цене на газ, который вроде бы и сегодня, а сегодня вы сделали расчетный тариф 200. Я объясню очень просто. Есть составляющие, которые не учитывались в 2017 году. Это первое. Второе. Мы, например, потери в 2017 году, у нас потери составляли регламентные 13%. То, что требовал закон. Вот выше потерь не бывает. На сегодняшний день официальные потери предприятия, которые утверждены как бы исполкомом, 21,6%. Далее перешли к дискуссии о тарифах. Я вам говорю о составляющих тарифах на данный момент. У вас в реалии все поменялось. Начиная от административной составляющей. В тарифе объема производства газовая составляющая там поменялась. Конечно. Там поменялись услуги, например, КПЖК, если вы закупали, теперь вы их не закупаете сами в производе. Кроме того, административный персонал у вас поменялся. Там куча-куча всего, что поменялось. Много чего поменялось, конечно. Но только вы два года не пересматриваете тариф, несмотря на то, что это все поменялось. Две вещи, которые необходимы. Это участие города в том, чтобы предприятие выходило из этого кризиса. То есть местный бюджет. Конечно. Но я не говорю, чтобы подогасить все эти долги местным бюджетом. Я вам могу сказать, вот на сегодняшний день есть реструктуризированный долг, который мы платим ежемесячно и летом, и зимой. Это 590 тысяч на автогазу. Мы должны платить его еще в течение четырех лет. Это реструктуризированная сумма, которая сегодня реально есть. И наши аккуратные платежи позволили нам войти в реестр. Да, вот то, что мы платим аккуратно и зимой, и летом, это сыграло свою определенную роль. Это долг. Плюс есть экогенерация. 500 тысяч, мы никуда не денемся, все документы подписаны. И 30 миллионов долгов, которые есть, мы должны будем им гасить там. Понятно, что рано или поздно суд все равно такое решение примет. По нашей оценке, реструктуризированные долги составят, ежемесячный платеж составит порядка миллион 300, миллион 400. Это не текущие долги, потому что есть еще текущие долги. Вот если бюджет, так скажем, возьмет на себя хотя бы 15 миллионов в год помогать КПУ ЖКХ, и при этом мы будем иметь экономически обоснованные тарифы, это гарантия выхода предприятий из кризиса. Вот и все. На сегодняшний день убыточные подразделения, которые вытягивали деньги, да, ну, это к вопросу, Владимир Владимирович, извините, дороги тоже содержать и чистить надо. А далее интересная дискуссия по вопросу несанкционированного потребления газа нашим УЖКХ в 2017 году. На сечень-квитень 2017 года НАК «Нафтогаз» Украины не подписал акты на продажу газа КПУ ЖКГ на сумму 52 миллиона гривен. Неодноразово звертались, є лист від НАК «Нафтогаз». У нас такая же ситуация, потім утворилась у нас в сечне месяц. Це не тільки у нас, майже там пів України, підприемство таки є, має таку ситуацію, коли були відсутні номінації. Виходячи з того, підприємство КПУ ЖКГ обліковувало спожитий газ і вставило собі, скажем так, по бухгалтерському обліку, по НАК «Нафтогазу» воно не проходило. НАК «Нафтогаз» надіслав листа, тому що вони не знають, де підприємство КПУ ЖКГ брало газ. Фактично це долг? Перед ким? У ЖКГ перед ким? Перед ким? З Укртрансгазу. КПУ ЖКГ має відносини тільки за транспортування обсягів газу, які відпускають НАК «Нафтогаз». Договорних відносин з Укртрансгазу на купівлю газу ніяких немає. К дискусії подключились і другие депутати. «Если ми сьогодні не принимаємо ніяких решений, не сьогоднішній сесії, а в ближайший місяць-два до 25 февраля, то що ми получаємо? Ви говорять, вам потрібно 15 мільйонів. У нас немає доходної частии в тарифі. Ні в запросах, ні в цьому, ні в цьому, ні в цьому, в якій 200-100 посчитав. Це вже не секрет, я думаю, що це секретна інформація. Ви депуття вже всі роздані. Тобто, 2100 при сьогоднішній – це 10-20% недополучених мені. Все, розуміли? Одинакапливий. Бо предприєця сьогодні заявило, що у нього затраты і тариф дійсто були б sendігjudи на мені. Ви можуть включати в тариф компенсати у поручів. Заразні у тарифах в інших періодах. Ви в цьому, не робі. Но в принципе, если бы у меня было в тарифе 100-150 гривен за гигакалорию для погашения прошлых долгов, это решало бы проблему. Поэтому мы должны говорить о том, что либо мы включаем эти механизмы в тариф и заявляем об этом, либо мы делаем, либо бюджет принимает участие в погашении, либо то и другое. Но другого-то способа нет. И второй вопрос. Какой рекомендованный вами механизм для данного предприятия? Я услышал санация тогда, ориентировочные цифры, сколько по вашей практике, где и как это происходит, и за чей счет опять же. Мы слышим у предприятия в этом году 30%, потом 40% потери, ну и так далее. Я не вижу, что вы в этом году выйдете в плюс. То есть это опять, получается, все варианты за счет бюджета. Давайте говорим, что мы ликвидируем, вот теперь банкротство нет, а ликвидация – это распродажа. Или мы боремся, и сколько нам это может стоить по вашей практике? Попередние рассчитывания, которые были сделаны как керевнистом предприятиям, так и в ходе подготовки плана санации, действительно показывают, что для полного выхода из ситуации неплатоспроможности, в которой сейчас предприятие находится, это примерно 15 миллионов гривен на год. Там, может быть, прошли больше, 16 миллионов гривен на год, за умови, что вы будете не выйдете из программы для структуризации по нафтогазу, то протягом 6-7 лет. Что касается ликвидационной процедуры, то все майновые активы, которые есть, они будут реализованы. Сначала как целесный майновый комплекс проводится реализация, а если на целесный майновый комплекс не находится покупателей, оно идет лотами. А лотами – это, знаете, много других у меня было предприятий, и я пытался не допускать продажу, не доводить до продажу. Ну, были такие моменты, что приходилось продавать, но только на тех предприятиях, где ситуация никому не нужна. От, когда никому ничего не нужна, ни керевнику, ни местной рады, ни коллективу предприятия, тогда оно не нужно и арбитражному керующему. Если хоть один кто-то каже, что это предприятие имеет какой-то сенс, то моя работа – сделать все, чтобы это предприятие залишилось и працювало стабильно. Поэтому, вважаю, что на сегодняшний день, пока действует этот кодекс, процедура сенсации – это оптимальный вариант, но это предприятие, которое у вас, оно у вас на сегодняшний день опалюет и подает горячую воду в каждый дом. А вот на минуту, если, например, не дай бог, там в лютому будет, скажем так, в лютому будет, не дай бог, постанова про ліквідацию, тогда как? Тогда прекращается все. И березень, квитень люди будут без горячей воды. Бог его знает, сколько они еще будут без горячей воды. Пока вы влаштуете новое предприятие, пока будет передача, пока будут разбираться, суди же будут, вы не забывайте, потому что, когда передается одним или другому, ліквідатор, кто там будет, ну, хай там я, не я, он же будет судиться за каждый болтик. Понимаете? А пока оно судит, это будет на него накладено арешт, будет заборона на користувание, або еще что-то. Если допустить до этой ситуации, то вы будете разговаривать не с одной организацией и не вырешивать проблемы одной организации, а куча организаций. Плюс еще суды по поводу продажи майна и так далее, и тому подобное. Городской совет узнал, что есть решение по суду, и вы назначены как арбитражный керующий через 7 месяцев после того, как это решение уже было. Через 7 месяцев. И вы, и это не к вам вопрос, я его верю, хотя может быть и к вам. Почему спустя 2, почти 3 года, как наше предприятие болтается на грани банкротства, я вижу вас здесь впервые. Ну хотя бы можно было написать и предупредить собственника о том, что происходят такие процессы. Я обязан поведомить лишь одну организацию, которая называется «Виконавча служба». Про то, что такое-то проведение, про банкротство порушено. Это мои обязанности, я так его выполню. Что касается поведомления властника. Розпорядник майна не вправе вмешиваться в поточную деятельность предприятия. Это заборонено закону. Только на основе, когда руководитель или предприятие чинит какие-то перешкоды, он не дает информацию, например, какие-то правильные, противозаконные действия, я могу вернуться к суду про избавление посады, шаловный, дай бог, руководителя, и сам заняты его посадкой. Мы должны фактически сейчас реальный долг где-то на уровне КПУ ЖКХ 250 миллионов. Это вместе с тем, что по суду, вместе с тем, что текущие долги. В городском бюджете нет фактически 5% от бюджета города платить в год. Это очень много. Кроме того, у меня простой вопрос к директору КПУ ЖКХ. Насколько в 2019 году вы купили тепловую энергию для горячей воды населения? Я думаю, что в мае месяц, когда мы давали горячую воду на город, это был последний месяц, горячая вода подавалась за счет экогенерации. За один месяц такой подачи мы поимели долго полтора миллиона. Полтора миллиона. Сколько вы энергогенераций должны за этот год? За прошлый год мы с ними уже рассчитались. В 2018-2019 год я с ними рассчитался. То есть в 2019 году вы полностью рассчитались за то тепло, которое они подоставили по горячей воде? Да. То есть смотрите, мы всего месяц подавали воду, а еще плюс полтора миллиона долгов. Плюс 20 миллионов, которые типа по разнице тарифа, по неутвержденному тарифу. У вас уменьшилась численность персонала за счет того, что от вашего большого предприятия отделяются те или иные работники, а фонд оплаты туда у вас остается. Поменялась троемость газа для юридичных усилий, которая уменьшилась значительно. А тариф остался тот же. Понимаете? Поэтому здесь нужно разбираться и смотреть. Но отношение, извините за такую фразу, фырканье на комиссии с вашей стороны, оно не делает больше доверия. Понимаете? А если идет речь о общих деньгах, о бюджетах, общее деньги и жители, если я считаю, получишь время, здесь нужно смотреть и разбираться. Потому что, поверьте мне, все здесь собрали для того, чтобы эту проблему решать. Поэтому не нужно воевать. Нужно садиться и принимать решение, как быть. Но для того, чтобы мы понимали, что это будет сделано, вы должны восстановить доверие коммунальному предприятию. И одними словами, здесь не отделаешься. Потому что, а, долги выросли. Платежей, которые должны вам, в разы верные меньше, чем вы должны. За последний период долги выросли. И с этим нужно что-то делать. Подвел в итоге этого почти трехчасового рассмотрения мэр города Фомичев. Правда, ситуация непроста. И выникла, но не вчера. Трошки забыли про глобальные речи. Глобальные речи, 2001 год, когда мы получили всю инфраструктуру мисленного отримания, оттоді и начались проблемы. Проблемы в интерфекции. Нет, я говорю, 2001, не 2000. 2001 год отримали с нульовым балансом, по баргам. И началось накопичение. А накопичение очень простое. Шаленная инфраструктура, которую нужно получать. Дмитрий Викторович, тут правый. Вы же все дыры нами затыкаете. Это правда. Так, протягом этого периода весь час и было. И сейчас я с ними сперещаюсь. Вы только что просите, а кто платить будет? Почекайте, почекайте. Все там есть свои бачения на эти процессы. Я бы не знал, что вы знаете, как вы понимаете. Ну, принаймні, мы всегда вам вдячемся. Но все эти годы, барги накопичились еще и тому, что та же самая дотация была в неналежном уровне. И сегодня ее не вистачает. И сегодня ее не вистачает. Чи виправдана была ця стратегия? Я вважаю, виправдана. Я вважаю, виправдана. 15 миллионов в рік сьогодні – это абсолютно другие 15 миллионов, чем 5-10 лет назад. Ну, просто разные. Просто разные деньги. Да, мы замахиваемся на роль мегаполисов. И будем продолжать эти амбицизы тримать. И находить это ресурсы. Но сегодня наставал час переосмислить, как двигаться дальше. Только нужно причину найти правильный. Единственное предприятие сегодня, которое готово обеспечить нас теплом и горячей водой, все место. Есть инвесторы, они строятся, кто-то добудовывает, кто-то уже работает, но все равно это не спасение от этих бед. Они могут только влиять на рынок по вартостям. И это нужно использовать. Но ключевое предприятие в ЖКГ, дать его уничтожить, мы не имеем права. Санацию нужно ждать плану. Его нужно делать. Это план санации. Делитесь, где может предприятие отрабатывать прибутки. А не забываем, что у предприятия есть коммунальная властность, которую оно предоставляет, и может отрабатывать с этого додатковые доходы. Оренда, спільное использование Обленерго, и другие вещи. Надание посту сторонним организациям. То есть все это должно быть включено в план санации. Все это должно быть. А вот тогда все, что остается, приходим на сессию, вертаем его депутатам, до громадников, шаново. А на это денег не хватает. Мы с кредиторами договариваемся на такие периоды, прострочки, и давайте что с этим делать. Мы должны найти все в узлу. Единственное, что хочу застрелить от терминов, не сессия с кармана, от громадян места, потому что это платники подали. Не сессия с кармана дает деньги. Гроши распределяем мы тут, какие платят наши громадян. После перерыва депутаты рассмотрели еще 27 вопросов. Больше всего времени уделили вопросу об утверждении программы разведку охороны здоровья места Славутич на 2020 рейт. Медики просили на минимальное потребление, в том числе и закупку оборудования, 6 миллионов 300 тысяч гривен. Большинство депутатов проголосовали за промежуточную сумму 2 миллиона 300 тысяч. 8 января пройдет еще одно совещание депутатов с медиками по вопросам будущего нашей больницы. Оставшиеся 40 вопросов были рассмотрены в понедельник на продолжение сессии городского совета под номером 64.